Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анатолий Рыбаков. Выстрел. Глава первая. Возле пивной «Гротеск» прохаживался Витька Буров по прозвищу Альфонс Даде. Пустые бутылки принимали во дворе пивной, и Витьке была видна вся очередь. Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящик, темные пивные, светлые, водочные, желтые, из-под лимонада и ситро. Бутылки сдавал Шныра, а в очереди, которую Шныра загораживал спиной, фургон, паштет и белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз. — Тридцать пять копеек! — объявил гномик Шныре. — Так тебя учили в школе. Шныр вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, отошел, потом незаметно стал за паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков. — Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик! — заключил гномик торг с фургоном. Ребятам все это казалось игрой, рискованной, но увлекательной и дающей заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым. Потом, сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витьке Бурову. — Восемьдесят две копейки! — сказал Шныра. — Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании передразнил Витька гномика. — Слушай маму. — Пятьдесят восемь копеек! — сказал фургон. — Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса! — Девяносто три! — сказала Белка. — Изюм белый хлеб! — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал. Они пошли по Смоленскому рынку. Могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал. — Куда прешь, не видишь, дети? — фраза, тоже приводившая их в восторг. Служащие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленщики в брезентовых и рыбники в кожаных фартуках, крестьяне в смазных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, молошницы, холодные сапожники, точильщики, босяки — все это скопище людей двигалось, шумело, спорило, торговалось, пело, играло, плакало, проклинало, собиралось в толпы, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающим к рынку переулкам. Толстый неповоротливый фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. «Моссельпром» было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром. «Ирийский!» — доложил фургон. «Вывеска на голове, магазин на брюхе!» — ответил Альфонс Даде. Фургон понял, что и рисок не будет. Суровое сердце Витьки дрогнуло только при виде украинки в манистах, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка» с Киева. Она заметила Витькин завороженный взгляд. «Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете!» Витька кинул на прилавок деньги. Широкая влюбчивая натура. Роздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман. «Это крымские!» — «С Крыму приехали!» — осведомилась Наталка с Киева. «Вроде бы!» — неопределенно ответил Витька. По базару медленной уркаганской походкой шел Ширинец. Хлюпик в кашне настороженно косил рыжим глазом. Витька напрягся, готовый к столкновению. «Белка!» — требовательно произнес Ширинец. Белка не ответила на оклик Ширинца. Вопросительно смотрела на Витьку, сильного, смелого, покупающего пряники. Ширинец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой. Но мелкота знала, что Ширинец боится Витьку, и это усиливало в них сознание своего могущества. Глава вторая На своем дворе они тоже были хозяева. Старшие ребята их не трогали, боясь Витьку. Сверстники хотели попасть в их компанию, но компании никто больше не нужен. Они не могут всех взять в Крым. Они сидели в тени восьмиэтажного корпуса. Шныры и фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами. Все это должно было изображать Крым. Витька лениво поигрывал финским ножом и курил папиросы наша марка. Единственная трата из крымских денег, которую он себе позволял. Папиросу получил и паштет. Шныри и фургону дали затянуться. Шныр выказал наслаждение, которого не испытывал, фургон закашлялся. Белке ничего не было дано. Девочки не должны курить. Идиллия была прервана появлением дворничихи с метлой. Весь двор разрисовали безобразники. Витька подкинул нож, ловко поймал за рукоятку. Ох, Витька, доиграешься! Не миновать тебе тюрьмы! Тебя не жалко, мамашу твою жалко! Витька симпатично улыбнулся, отчего финка в его руках стала выглядеть несколько зловеще. На четвертом этаже открылось окно. Валентин Валентинович Навродский провел ладонью по подоконнику, чисто ли. Он был в светлом шевиотовом костюме. К окну подошел Юра. Его больше не дразнили скаутом, но выглядел он высокомернее, чем прежде. Долговязый, в бархатной толстовке с белым бантом. Витька Буров. Он же Альфонс Даде, гроза Арбата, объяснил Юра. И его банда. Шныра, паштет, белка и фургон. Паштет и белка бывшие беспризорные, а сейчас безнадзорные. В чем разница, не знаю. Какой действительно толстый мальчик фургон, согласился Валентин Валентинович. Перекормлен. Его настоящее имя Андрей, фамилия Зимин, отец инженер на фабрике. Сын инженера в такой компании? А почему Альфонс Даде? Ну, может быть, он чем-то напоминает Тартарена и Староскона. Навряд ли. Почему, например, паштет? Он паштета в глаза не видел. Все потенциальные уголовники начинают с кличек. Во дворе появился шаренец. Уселся на скамейке у подъезда, ухмыляясь, поглядывал на Витькину компанию. А это настоящий уголовник, профессиональный карманник, сказал Юра. Карманник не самое видное, но вполне достойная воровская специальность, смеясь, заметил Валентин Валентинович. Конкурент Витьки за влияние во дворе. Подтверждая эти слова, Витька, демонстрируя свою власть, приказал. — Фургон, скажи стих. — Какой? — Про хорошего человека. Фургон ударил себя в грудь. — Рожа брита, грудь открыта, брюки клешь, даешь, берешь. — Хороший стих, — похвалил Витька. — А еще знаешь? — Про что? — Про хорошего человека. — Про хорошего человека больше не знаю, — признался фургон. — Фургон! — окликнул его шаренец. — Чего? — Подойди! Фургон сделал неуверенное движение в сторону шаренца, но его остановил грозный Витькин оклик. — Стой! — Фургон остановился. — Зачем пошел? — Так ведь он позвал. Двумя пальцами Витька зажал фургону нос. — Брось, Витька! — неодобрительно заметил Шныра. Фургон мотал головой, пытаясь вырваться. — В другой раз, оторву и голову, — пообещал Витька и сильно дернул рукой вниз. Фургон освободился от железной Витькиной хватки, но ощущение было такое, будто у него оторвали нос, и фургон не сумел сдержать слез. Витькина власть была доказана действием и огорожена от посягательств шаренца. Но когда Витька наказывал фургона, во дворе появился Миша Поляков, по-прежнему в кожаной куртке, из которой он порядочно вырос. Под ней на рубашке виднелся комсомольский значок «Ким». — За что ты его? Витька лениво поднялся, поиграл финкой. — Твое дело. Юра дал справку. — Миша Поляков, комсомольский активист. Как-то там у них называется секретарь ячейки или председатель учком, и я в этом плохо разбираюсь. — Сильный, видно, парень, — заметил Валентин Валентинович. — Витька сильнее. Сильнее тот, кто смелее. — Миша смелый, только на собраниях, — сказал Юра. Витька играл финкой. — Ну что, милицию позовешь? — Беги, зови, а то не успеешь. Арцы и в воду концы. Арцы и в воду концы означало у Витьки высшую степень угрозы. — Убери нож. — Наверное... Неожиданным ударом Миша вышиб финку из Витькиной руки и наступил на нее. Витька бросился на Мишу, они сцепились, не давая один другому дотянуться до ножа. Нож поднял Саша Панкратов. Во дворе его называли Сашка Фасон. Не потому что фасонил, а потому что был красив. Черноволосый мальчик с красным пионерским галстуком. Было ясно, что финку он Бурову не отдаст. Подошли мужчины, растащили дерущихся. Витька пытался вырваться, но его держали крепко. Из окон выглядывали жильцы, во дворе собиралась толпа. Выбежала мать фургона, Ольга Дмитриевна Зимина, миловидная женщина с нежным лицом. — Андрюша, что он с тобой сделал? Нож? Нож! Когда это прекратится, наконец? Появление милиционера привлекло еще больше зрителей. Милиционер забрал у Саши финку. — Чей нож? Все молчали, подчиняясь законам двора. Подраться одно, выдать другое. — Твой? — спросил милиционер у Витьки. — Пусть и ребята скажут, — ответил Витька. Белка показала на Мишу. Его финка, он хотел Витьку порезать. — Не ври! — крикнул Саша Панкратов. — Витькин нож! — Скажи, фургон, скажи, Шныра, чей нож? Шныра и фургон молчали. — Какие, однако, мерзавцы! — возмутился Валентин Валентинович и встал с подоконника. — Плевать, пусть сами разбираются, — сказал Юра. — Ну, знаешь, я тебя не понимаю. Валентин Валентинович свесился из окна. — Товарищ, я все видел, сейчас спущусь! Через минуту он стоял во дворе, спокойный, внушающий доверие, показал на Витьку. Нож его. Он им играл, довольно неосторожно, кстати, и мучил мальчика. А этот молодой человек, он протянул тонкий палец в сторону Миши, вступился. Он повернулся к Зиминой, если не ошибаюсь, за вашего сына. — Да, — сказала Ольга Дмитриевна. — Витя! — Ведь ты уже большой! Разве Андрей тебе товарищ? — Что скажешь? — спросил милиционер у Витьки. Витька молчал, злобно посматривая на Мишу. — Нехорошо, девочка, лгать, некрасиво, — сказал Валентин Валентинович Белки. Милиционер опустил нож в сумку. — Разберемся, пошли! И вместе с Витькой направился к воротам. — Благодарю вас, — сказала Ольга Дмитриевна Валентину Валентиновичу. — Мадам, гражданка, я просто сказал правду. Глава третья Валентин Валентинович вернулся к себе на четвертый этаж. — Дорогой мой, — сказал он Юрь, — ты оказался не на высоте. Ты и побаиваешься Альфонса Даде. Кстати, кличка ему не подходит. — Я его не боюсь, — вспыхнул Юра. Но Миша ненавидит меня, как буржуя. Если бы я вмешался, он бы расценил это, как подлизывание. Не беспокойтесь за него. Он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей. Правду надо защищать всюду, всегда и везде. Валентин Валентинович уселся в кресло и закурил тонкую папиросу. Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Околачивается во дворе сфинкой взрослый парень. А куда ему идти? В комсомол? Зевать на собраниях? Ты тоже не комсомолец. И что меня ждет? В институт не примут ни рабочий, ни сын рабочего. Принимают и нерабочих. Твой отец — врач. Поступай в медицинский. Ковыряться в чужом сопливом носу? Что же тебя привлекает? В свою очередь спросил Валентин Валентинович. Кино. Есть способности? В кино нужна прежде всего внешность. Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру. Внешность у тебя есть. Один кинорежиссер, папин пациент, обещал взять меня на съемки. Прекрасно. Будешь советским Рудольфом Валентиновичем или Дуласом Фербингсом? Он начнет снимать новую картину через год, — огорченно проговорил Юра. Что я буду делать после школы? На фабрику? Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой? Проходим производственную практику. Два дня в неделю. Получаем трудовое воспитание. Даже пишем дипломные работы, почти как в ВУЗе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скучища. Напрасно пренебрегаешь этим, — сказал Валентин Валентинович. Другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие, а ты сразу получаешь специальность. Мне нужна независимость. Профессия актера тебе ее даст? До известной степени. Заблуждаешься. Независимость дается только этими. Валентин Валентинович пошевелил пальцами, как бы перебирая монеты. Но где их взять? Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельнице, прошелся по комнате, чистый, пустоватый, с фотографиями лошадей на стенах. Надо начинать с небольшого. Кто я такой? Уполномоченный общества, друг детей. Раньше я распространял лотерейные билеты, открытки, значки, поднимался по лестницам, стучался в двери. Несознательные гражданки захлопывали их перед моим носом. Все же мне удавалось кое-кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполнял. Помогал несчастным, голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий. Прибыль от них идет опять же на помощь беспризорным детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сыт, одет, обут. Он вытянул ногу и показал лакированный ботинок Джимми. Делаю свои деньги, думаю, как бы сделать их больше. На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры? Друг мой, деньги делаются на всем. Папиросы Ира — не все, что осталось от старого мира. Шевели извилиный, как пишут в журнале Смехач. Жизнь сходу дает тебе шанс. Не упускай его. Приживись на фабрике. Получится с режиссером, уйдешь в Дуглас и Фермингсы. Не получится — заработаешь производственный стаж и поступишь в ВУЗ. Кстати, какая у тебя тема? Учет на складе, произнес Юра с отвращением. — Прекрасная тема, — воскликнул Валентин Валентинович. На складе ты станешь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальнейшая проблема. За десять лет люди пообносились. Рынок требует моты. — Моты? Что это такое? — спросил Юра. — Мота — мануфактура на языке контрабандистов. Этим термином пользуются и коммерсанты, — объяснил Валентин Валентинович. — Какие названия? Амарант, Бельфанс, Туальд-Эте, Канбер, Виола Макмино. Из-за одних названий я бы пошел работать на склад. Честное слово. — Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции, — усмехнулся Юра. — Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех. — Вы его мало знаете, — нахмурился Юра. Глава четвертая Следующий день был фабричный. Ребята проходили производственную практику. С блокнотом и карандашом Миша стоял на фабричном дворе у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой. Подошел Валентин Валентинович. — Что вы делаете, Миша? После вчерашнего происшествия он держался с ним, как с добрым приятелем. — Миша показал на блокнот. — Записываю, куда отправляется товар. — Это имеет отношение к вашей дипломной работе? — Да, транспортировка готовой продукции. — Великолепно. Можете записать мою отправку. Валентин Валентинович показал на пустой вагон в тупике. — Станция назначения Батум. Получатель — швейная фабрика общества, друг детей. — Запишу, когда погрузят. Очередь дойдет нескоро. — Ужасно долго все это продолжается, — подхватил Валентин Валентинович. — И я вам скажу почему. Задерживают ломовые извозчики. Анахронизм. За границей господствует автомобиль. У ворот склада стояли ломовые лошади с мохнатыми ногами. Возчики складывали тюки на полки, покрывали брезентом, увязывали веревками, затягивали ломиками. В складе было тесно, но рабочие ловко маневрировали тележками, сбрасывая тюки, куда им показывал кладовщик Панфилов. За маленьким столиком Юра выписывал накладные. Вошел Красавцев, заведующий с бытом, толстяк с опухшим лицом. Что-то сказал Панфилову и вышел. — Представитель деткомиссии! — Продолжение следует... — Продолжение следует...